МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это Вечерний факт на Кубань-24. В ближайший час о главных событиях края. И вот что покажем сегодня. Кто закрыл шлюз, мы до сих пор не знаем. Экологический детектив или как улучшить демографию с помощью телевизора. После сюжета фактов рыбу, запертую в реке Челбас, выпустили на нерест. Но кто? Мы должны их реализовать. Не просто заявить, а открыть. Приоритетный чек-лист. Строительство школ для одаренных детей, патриотический парк и центры единоборств. Губернатор проверил график работ для главных проектов региона. Приехали не столько за победой, сколько за тем, чтобы поделиться навыками. На один пожар всем краевым составом. Кубанские спасатели съехались на срочный вызов в Краснодар. Выясняли, кто тушит огонь. Быстрее. Тут новое оборудование, больше места в классах. И очень клево. Ремонт для знаний. Дореволюционную школу Красноармейского района вернули в строй, обеспечив партами, которые умеют расти. Как говорят, начни с себя. Все жалуются и говорят, а у нас такого не будет, а у нас там живут алкоголики, а у нас там живут деда. В гостях у сказки гномы, цветы и целый дом дружных соседей. Покажем, что можно сделать из обычного подъезда и получить признание на всю страну. Мы теперь хотим тоже их догнать. Вот молодых привезли коллег. Будем сдавать нормативы. Упасть, отжаться и обогнать коллегу. В Лобинске силы и мышцы измеряли успех районных коллективов. Экологическая диверсия отменяется. Рыба, шедшая на нерест, но запертая в реке Челбас, спасена. Шлюзы в станице Привольной Каневского района открыли. Произошло это после сюжета в программе «Факты». Преграду убрали. Тарань и судак направилась в природные нерестовые водоемы. В начале недели, напомню, наш телеканал рассказывал о том, что местные жители забили тревогу, когда обнаружили, что реку Челбас перегородил железный занавес. Рыба не могла пройти на нерест, а люди хотели найти хозяина гидротехнического сооружения. Шлюз открывался для пропуска рыбы на нерест. И закрывался с той целью, чтобы в лиманах оставалась вода. Сейчас шлюз закрытый, пришла рыба. Кто закрыл шлюз, мы до сих пор не знаем. Выяснилось, что этот шлюз – наследие советских времен. Тогда его обслуживал рыб-колхоз, а сейчас он бесхозный. В крае уже начали индивидуализацию таких вот сооружений, а их сотни. Но кто же закрыл, а теперь вот открыл шлюз, пока остается загадкой. По крайней мере, экологической диверсии не произошло, радуются жители Привольной. Рыба, которую они привыкли видеть, заполняет лиманы Челбасской группы. Ситуацию теперь держат на контроле Минсельхоз, регионная и краевая прокуратура. Сезон пожарной опасности в лесах и парках начался на Кубани. По традиции, открыли его любители пикников. С наступлением тепла жители края отправляются на природу и разводят костры, чтобы пожарить шашлыки. Сотрудники МЧС призывают соблюдать правила безопасности. Они советуют брать на отдых средства для тушения огня, не устанавливать мангал на сухой траве и не разжигать огонь при ветре сильнее 5 метров в секунду. Впрочем, до введения особого противопожарного режима открытое пламя не запрещено. А вот когда такой режим будет объявлен, нарушителям придется заплатить штраф от полутора до трех тысяч рублей. Ну а сегодня пожарные подразделения Кубани все разом отправились тушить одну единственную высотку в Краснодаре. Соревновались кто быстрее. Огонь был условным, но спасали по-настоящему. Смотр лучших прошел на базе учебного центра Федеральной противопожарной службы, где спасатели еще и актерский талант демонстрировали. Ксения Галич продолжит. На площадке счет идет не на минуты, а на секунды. И даже не потому, что это соревнования. Участники в первую очередь спасатели. Каждый день от их слаженной работы зависит не место на педестале, а сотни спасенных жизней. Приехали не столько за победы, сколько за тем, чтобы поделиться навыками, которые мы наработали в ходе выполнения боевых действий по спасению пострадочных зданий. Ну и также для себя что-то узнать, что-то новое. Возможно узнать какие-то новые приемы, которых мы до этого не использовали. За этим сегодня в Краснодар приехали представители 15 пожарных частей, которые специализируются на тушении и возгорании в высотках. Это региональный этап состязаний. Но если спортсмены перед соревнованиями долго и упорно оттачивают свои навыки, то спасателям никаких дополнительных тренировок не нужно. Они делают все, и это практически ежедневно. Причем в условиях реального пожара, испытывая намного большие нагрузки, но они готовы спасти нашу жизнь, даже рискуя своей 24 часа в сутки. По легенде, с ложниками огня оказались три человека. Эвакуировать их нужно разными способами. Первый пострадавший буквально за несколько секунд оказывается в безопасности через спасательный рукав. Другой способ эвакуации – специальная косынка. Вес такого манекена около 70 килограммов. Условия максимально приближены к боевым. А для еще большей реалистичности третьего пострадавшего играет сотрудник МЧС. Его спускают в люльки. Моя основная задача в данных соревнованиях – спасение и эвакуация пострадавших с коленчатого подъемника. Дальше спуск моим коллегам, которые занимаются дальше мероприятием по спасению жизни. В жизни довольно часто приходится сталкиваться с данными ситуациями. За каждым движением огнеборцев следит опытное жюри. Оценивают как время выполнения, так и качество. Причем штрафная сетка очень большая. Важно абсолютно все. Мелочей спасений человеческих жизней в условиях настоящего пожара быть не может. Даже за минимальный проступок судьи отнимают баллы. То есть, если неправильно накладываются шины, воротники, если неправильно переносятся условные пострадавшие, если неправильно устанавливается пожаротехническое вооружение, также смотрятся очень внимательно вопросы работы звеньев газодымозащитной службы. Соревнования не случайно направлены именно на спасение людей из высоток. Пожарные практически ежедневно эвакуируют пострадавших с помощью спецтехники. Еще раз посмотреть и дать оценку в целом состоянию и готовности. И если мы будем понимать, что какие-то вопросы требуют и пересмотра, и уточнения, и координации, мы, несомненно, будем в этом вопросе доводить, что называется, до автоматизма. Это человеческая жизнь, это здоровье, это материальный ущерб. Лучшими пожарными частями по итогам соревнований стали команды краевой столицы и Тихорецка. Теперь им предстоит защищать честь Кубани на состязаниях Южного федерального округа. Ксения Галич, Михаил Ласенко, Кубань, 24, Краснодар. Реализацию приоритетных региональных проектов сегодня обсудили на совещании у губернатора Краснодарского края. Вениамин Кондратьев лично контролирует выполнение поставленных задач. На трех встречах, которые проходили в режиме нон-стоп, говорили о строительстве школ для одаренных детей в Сочи и Краснодаре, создании районных центров единоборств и военно-патриотического парка «Патриот». Глава региона потребовал не выбиваться из графиков работы. Например, реализация школы для одаренных детей в Сочи уже идет с опережением. По каждому проекту подготовлены дорожные карты. Все призывают здесь быть максимально собранными, сконцентрированными вокруг достижения задачи региональных проектов, которые мы сегодня с вами обсуждаем. Мы объявили мощных, социально значимых проектов для жителей края. Мы должны их реализовать. Не просто заявить, а открыть. Поэтому нюансы, связанные с тем, что опять где-то что-то, кто-то кому-то мешает, либо эти моменты, эти нюансы должны быть в рабочем порядке устраняться. Более детально обсудили создание системы центров единоборств. До 2023 года в каждом районе края должны открыться комплексы для занятий боевыми искусствами. Там в том числе станут обучать самбо. Планируется, что ежегодно будут строить по 10 таких центров. Проектирование первых залов начнется уже в этом году. Вопросы демографии и качества работы медицинских организаций обсудили сегодня в администрации края. Заместитель главы региона Анна Менькова провела видеоселектор с руководителями министерств и ведомств, с заместителями глав муниципалитетов по соцвопросам и главными врачами больниц. Под особым контролем снижение смертности среди младенцев и людей трудоспособного возраста. В прошлом году этот показатель составил 12 человек на тысячу жителей. Это ниже, чем в среднем по стране и в Южнофедеральном округе. Как минимум, такой показатель нужно сохранить, а в идеале сократить в разы, отметила Анна Менькова. В этом помогают национальные проекты, которые активно реализуются на территории края. В структуре основных причин смертности это болезни сердца, онкология. Я хочу вам еще раз напомнить, что борьба именно с этими заболеваниями выделена в нацпроект здравоохранения. И в общей сложности регион получит 17 миллиардов рублей на реализацию этого проекта, что, конечно, должно гарантировать нам снижение смертей от этих двух основных видов заболеваний. Главные врачи должны четко знать, какое в абсолютных числах количество смертей на территории. Возрастная группа в абсолютных числах и причины по каждой возрастной категории в абсолютных числах тоже. Если это сердечно-сосудистые, онкологии или внешние причины. Еще одна важная тема селекторного совещания – участие муниципалитетов в государственной программе по развитию образования. Для того, чтобы на Кубани появлялись дополнительные школы, детские сады, спортивные площадки и другие образовательные объекты, районам предлагают участвовать в так называемых конкурсах. Они позволяют получить субсидии не только на строительство и реконструкцию, но и новое оборудование. В этом году заявки подали все 44 муниципалитета, однако из 278 одобрано только каждая третья. Ответ, почему не прошли, состоит из трех частей. Первое – неосоответствие заявки установленным формам. Второе – недостижение целевого показателя. Третье – уровень софинансирования соответствует во многих заявках. И неполный пакет документов. 26 марта состоится повторный прием документов для участия в отборе. Вицу губернатора призвала заместителей глав на местах серьезнее отнестись к заявкам и подготовить полноценный пакет всех необходимых бумаг. Отреставрированный дом для младших классов. В станице Полтавской после капремонта открылся корпус четвертой школы. Здание было построено еще до революции, а сегодня после реконструкции оно полностью отвечает современным требованиям. Интерактивные доски, удобные, безопасные парты и обучение в одну смену. Подробности далее. ЗВОНОК ТЕЛЕФОНА Школьный звонок для Ларисы Безлер – сигнал встать у доски. Учителем младших классов она начала работать почти 40 лет назад, здесь же, сразу после окончания пединститута. Это моя родная школа. Вот с этой школой связана, можно сказать, жизнь всей моей семьи. Сюда ходила моя мама в школу. Затем в первый класс пришла я в эту школу. И вот 38 лет тому назад за парты в этот же класс сели мои ученики. Но последние 10 лет парты в этом классе пустовали. Из-за аварийного состояния опасно было даже переступить порог здания, не то что учиться. Больше года потребовалось, чтобы полностью реконструировать корпус. Теперь здесь снова решают математические задачи, рисуют и разбирают слова по составу. В каждом кабинете современный ремонт, новые удобные парты. Их можно настроить под рост любого школьника, тем самым снижая нагрузку на спину. Кроме того, все классы теперь оборудованы интерактивными досками. В такой игровой форме у второклассник проходит урок математики. Учителя отмечают, что благодаря мультимедийным экранам дети лучше усваивают материал. Также ремонт позволил разгрузить основную школу. В ней остались только старшеклассники. А все малыши переехали в новый корпус. У каждого из классов теперь свой кабинет, а занятия идут исключительно в первую смену. Мне кажется, что в первую смену учиться лучше, потому что в обед, когда ты приходишь со школы, можно погулять еще, на кружки успевать. Мне очень нравится в новой школе. Тут новое оборудование, больше места в классах. И очень клево тут. Во время реконструкции в здании поменяли практически все, начиная от водопроводных труб, заканчивая крышей. Многомиллионный ремонт сделали по краевой программе развития образования. Школа сегодня не только восстановлена. Вот ей на сегодняшний день исполняется 100 лет. Обошлось это сегодня нам в 19 миллионов рублей. Причем я хочу сказать, наших средств всего 5%. Это средства краевого бюджета и федерального. Это огромное подспорье сегодня образованию Красноармейского района за счет средств краевого бюджета, за счет программ. В обновленный корпус переехали 5 классов. Это более 100 детей. После школы все они выберут себе специальности по душе. Наверняка кто-то из них решит связать свою жизнь с педагогикой. И так же, как их учитель, Лариса Безвер вернется в свой родной кабинет. Кирилл Бионок, Валерий Стурит, Артем Лычко, Кубань-24, Красноармейский район. Объем инвестиций в экономику края должен вырасти до 540 миллиардов рублей. Такую задачу поставил вице-губернатор региона Игорь Галайс на встрече с представителями районов и краевых министерств. Заместитель главы региона отметил, что последний год стал успешным для различных отраслей. Самый ощутимый рост производства показала промышленность более 4%. Это выше, чем в среднем по стране. И такого результата удалось достичь в первую очередь благодаря господдержке. Также в крае удалось реализовать несколько крупных всероссийских и международных проектов. На встрече не оставили без внимания и тему социально-экономического развития края. У нас сложился один из самых высоких за последние годы темпов роста реальной заработной платы. Почти 7%. Это самый высокий показатель за последние 6 лет. Фонд оплаты труда увеличивается. И номинальная среднемесячная заработная плата составила в прошлом году 33,6 тысяч рублей. Говорили на заседании и о доходах бюджета. За три года консолидированная казна городов и районов края выросла более чем на 26 миллиардов рублей. Неоправданные ожидания. Судебные приставы сегодня пытались снести долгострой в поселке Индустриальном под Краснодаром. Пятиэтажный дом на улице Степной должны были сдать еще в 2016 году. Однако этого не произошло до сих пор. Разрешение на возведение многоэтажки изначально имелось, но его сроки истекли в конце 2015-го. К этому времени строители успели закончить первый этаж, но заняли под него площадь в три раза больше, чем было прописано в документах. По этим причинам в 2017 году дом признали самостроем, а компании вынесли предписание снести незаконный объект. Должник добровольно не исполнил решение суда, а также при активном участии администрации города Краснодара со службы судебных приставов. В настоящее время проводятся работы по принудительному исполнению решения суда. Дом строили на средства пайщиков, и жить в нем должны были 80 семей, 26 из которых в полном объеме внесли деньги за квадратные метры. Застройщик продолжал продавать квартиры даже тогда, когда объект признали незаконным. Сегодня по данному факту возбуждено уголовное дело, а один из учредителей находится в СИЗО. Пайщики же остались без денег и квартир. Я вложила материнский капитал, плюс мы брали еще кредит. Уже за столько лет мы его выплатили, но жилья так и нет. Как бы у меня ребенок, своего жилья мы не имеем. Больше трех часов пайщики провели в ожидании представителей администрации города, но они так и не появились. Впрочем, с места не сдвинулся и экскаватор, привезенный для сноса незаконной постройки. Демонтаж пока решили отложить. Мы будем следить за развитием событий. Серебряная награда для поезда сказки из Ейска. Парадная одной из многоэтажей города-курорта завоевала второе место в конкурсе, который проходил по всей стране. На лестничной площадке призера, так же, как и на улице, приходит зима, весна и лето, а каждый праздник приносит свою символику. Жильцы всех трех этажей поддерживают порядок и планируют совместные проекты. В одном из самых красивых подъездов страны побывала Мария Николаева. Этот дом заселили около трех лет назад. Елена Кузнецова еще не закончила ремонт в собственной квартире, а в подъезде уже завела свои порядки. Цветочные арки, садовые гномы и декоративные тыквы украшают лестничные марши и площадки на этажах. Сейчас весенние мотивы сменяются пасхальными. Как говорят, начни с себя. Все жалуются и говорят, а у нас такого не будет, а у нас там живут алкоголики, а у нас там живут те-то. Вот, я всегда на все это говорю, что начни с себя. Неужели вот приятно жить с обшарпанными стенами, ходить по грязному подъезду, ну не знаю, мне не трудно. Елена заканчивает очередную экибану. Страусины и яйца ей подарили знакомые. Красивые камни собирала сама на берегу моря. Покупные цыплята добавили настроение. Каждый праздник это новые идеи. И из года в год декоратор старается не повторяться. К примеру, на Рождество все перила были увешаны яркими носками, куда соседи прятали подарки и конфеты для детей. В прошлом году у нас на День Святого Валентина все было в сердечках. То есть, хочешь не хочешь, ты попадаешь просто в каждый праздник. Мои друзья, когда приходят ко мне и говорят, слушай, сразу понятно, что скоро День Святого Валентина. Все в сердечках. Или сразу понятно, скоро 8 марта. И жильцы, и гости не устают благодарить соседку. Тем более, что она не только украшает, но и убирает подъезд безвозмездно. А соседи стараются поддерживать порядок, предлагают материальную помощь, прикручивают кронштейны и развешивают гирлянды. Пока не законченный, но совместный проект – общий подвал. Подвал в подъезде многоэтажки ассоциируется как минимум с бездомными кошками, окурками, мусором, но только не в самом лучшем подъезде. Здесь теннисный стол, место для отдыха и красивые светильники. Елена раньше работала в детском саду воспитателем, а теперь воспитывает подростков и взрослых личным примером. Никому из этого подъезда не придет в голову разбить окно или исписать стены. Эта парадная вошла в тройку лучших подъездов страны в конкурсе, который проводил один из федеральных телеканалов. Мария Николаева, Игорь Хожобин, Кубань, 24, ЕИСК. Спасибо, что остаетесь с нами. Мы продолжаем. Отрезали от тепла и горячей воды в Северском районе. В этом году отключили газ в 55 домах должников. Сегодня еще один лишился голубого топлива. Его хозяин уехал из края по делам и накопил задолженность в 20 тысяч рублей. Уведомления игнорировал, на связь не выходил. Присутствие владельца не потребовалось. Для отключения через двор соседей установили заглушку на трубу, затем ее отрезали и запаяли. А вот к этому дому пробраться не получилось. Здесь в должниках оказался активист одной из профсоюзных организаций. И не платит он по своим идейным убеждениям. Считает, что коммунальные услуги входят в общее понятие права на жизнь, которое в принципе бесплатное. Станичник из Северской после вступления в профсоюз решил, что больше ни копейки ресурсоснабжающей организации не заплатит. В настоящий момент задолженность здесь более 60 тысяч. Абонент не оплачивал более двух лет. И ни на какие меры погашения задолженности не шел. У нас в настоящий момент есть и рассрочки по платежам. И мы предоставляем такую возможность оплачивать частями. Но абонент не идет на контакт. Отключение газа это крайняя мера. Обычно к ней переходят, когда абонент не платит три месяца. Член профсоюза дома не оказалось его. Женщина, которая также здесь живет газовщикам, ничем не помогла. Поэтому теперь вопрос будут решать в судебном порядке. Если мужчина не начнет соблюдать закон, дом отключат от голубого топлива. И судебные приставы будут ходить в гости, пока неплательщик не погасит полностью задолженность. Кстати, технические затраты на отключение тоже входят в общую сумму долга. За прошлый год в регионе остановили подачу газа 21 тысячи абонентов. Сейчас задолженность жителей края составляет 751 миллион рублей. А на дорогах Геленджика объявлена облава на должников инспектора ГИБДД. И судебные приставы вышли на оживленные трассы. И с помощью специального аппаратного комплекса вычисляют неплательщиков. Камера распознает госномера машин и сверяет их с базой данных. Если за водителем числится долг, полицейские останавливают его для общения с приставами. И не только с ними. Иногда к совместному рейду подключаются представители коммунальных служб и управляющих компаний. Данный рейд направлен на то, чтобы мы совместно с службой судебных приставов подвигли наше население начать оплачивать долги за коммунальный ресурс. В ходе рейдов уже выплачены 153 тысячи рублей. Для тех, кто отказывается погасить долги, есть еще одна услуга – арест автомобиля. Под такое ограничение попали уже 36 машин. Кубань без рекламных баннеров и билбордов. Те, что портят облик городов и станиц, должны исчезнуть к 1 мая. Такую задачу на совещании поставил глава муниципалитета вице-губернатор Василий Швец. Уже выдано более 13 тысяч предписаний на демонтаж рекламных плакатов. Информационный мусор портит внешний вид региона, а значит он теряет туристическую привлекательность, отметил Швец. Активная борьба с пестрыми фасадами возобновилась в прошлом году. За это время удалось привести в порядок сотни улиц по всему краю. Образцовыми здесь оказались Успенский, Темрюкский, Кореновский районы и Анапа. А вот в Краснодаре еще есть над чем работать. Здесь из тысячи запрещенных элементов ликвидировали всего 250. Коллеги, то, что мы с вами снимем баннер, это не значит, что мы с вами вместе наводим порядок в архитектурном облике. Если мы наводим порядок, мы наводим его один раз и навсегда. Напомнить, хотел бы всех призвать. У нас с вами есть время до 1 мая, чтобы выполнить все те договоренности, все те поручения, о которых мы с вами вместе же и договорились. Продолжение темы архитектурного облика – замечание по нестационарной торговле. Эстетический вид муниципалитетов портят ларьки, придорожные рынки и популярные сегодня мобильные кофейни. В ближайшее время архитекторы разработают единую стилистику торговых зон. Она будет отражать специфику конкретного района. Экотуризм в Краснодарском крае развивается динамично. Такую оценку отрасли региона дал министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин. Он сегодня встретился в Сочи с участниками Всероссийской конференции по развитию особо охраняемых территорий. А перед этим посетил интерактивную экспозицию. На выставке презентовали новую коллекцию снаряжений для сотрудников заповедных зон. Впервые со времен Советского Союза специалистов оденут в костюмы одного стиля. Продемонстрировали министру и содержимое аптечки. А все только от отечественного производителя – дешево, качественно и высокотехнологично. Это позволяет человеку, не умеющему директовать, чтобы очень легко и эффективно расхватывать себя. Например, обратите внимание, что без всяких усилий я могу сам себе спокойно за короткий промежуток времени и дальше эффектирую. И никуда не девается. На вооружении и беспилотнике в Краснодарском крае базируется пять летных отрядов. Экологический мониторинг они ведут с 2016-го. Почти 11% общей площади региона составляют особо охраняемые территории. Из них шесть – федерального значения. Это государственные заповедники, национальный парк и заказники Дендрарий. Сохранить природные богатства и привлечь дополнительный поток туристов – эти задачи сегодня успешно решаются. На Кубани отметил Дмитрий Кобылкин. Краснодарский край – это особая, конечно, зона Российской Федерации. Здесь за последние годы сделан очень большой рывок в части туризма, в том числе экологического туризма. Посмотрели на динамику привлечения туристов. Здесь вообще, по-моему, в любой уже период можно поехать и увидеть всю географию России. Только на территории Кавказского заповедника планируется реализовать сразу несколько проектов. В планах, к примеру, обновить туристические тропы, общая протяженность которых – 650 километров – организуют для путешественников в отдаленных природных уголках и Wi-Fi-зоны. Жизнь без купюр. На каждого жителя Кубани приходится в среднем по две банковские карты. Об этом сегодня заявили в Южном федеральном управлении Центрального банка России. Почти весь пластик, поддерживая систему бесконтактной оплаты, с помощью такого метода в прошлом году совершили более 500 миллионов покупок. Сейчас без купюр рассчитаться можно практически в каждом, даже самом отдаленном районе края. Для этого на Кубани установлено более 120 тысяч терминалов. Основными причинами роста карточных операций эксперты называют удобство их использования, широкое применение разнообразных программ, лояльности и работу с клиентами. Мы очень активно проводим мероприятия по финансовой грамотности совместно с администрацией Краснодарского края. Более того, банковское сообщество также проводит со своими клиентами активные вопросы, связанные с популяризацией безналичных расчетов и безопасных их использований. Сегодня на Краснодарский край приходится более трети всех терминалов оплаты картам Юга России и Северного Кавказа. В СБ внимательно следят и за деятельностью банков. Те, в которых совершают сомнительные операции, лишают лицензии. Уже в этом году право на работу потеряли 5 российских банков, а в 2018 таких было 57. Что делать вкладчикам в ситуации, когда финансовая организация сама оказалась в затруднительном материальном положении и больше не может выполнять свои обязательства, знает Андрей Кныпа. Он подготовил ликбез по страхованию вкладов. Участниками системы страхования вкладов сегодня являются 753 банка. Это значит, что и клиенты в случае такого форс-мажора, как отзыв, лицензии, вернут свои средства, размещенные на счетах. Проверить финансовую организацию можно и на сайтах Центробанка, Агентства по страхованию вкладов и по телефону горячей линии. Записывайте полезный номер. Сразу скажу, средства на пластиковых картах, в том числе зарплатных, приравниваются ко вкладам, ведь карта привязана к текущему счету. Так что ее хозяин вправе рассчитывать на получение страховки. Как, впрочем, и другие клиенты банка. Например, хозяева срочных вкладов и довостребования, индивидуальные предприниматели, а также юрлица, которые значатся в едином реестре объектов малого бизнеса, открывшие депозитные или расчетные счета, подопечные опекунов и попечителей, пользующихся номинальными счетами. Гарантирована страховка и по экс-роу-счетам для сделок с недвижимостью или перечислений участников долевого строительства. По вкладам в одном банке предусмотрен максимальный размер страхового размещения в 1,4 млн рублей. В случае, если эта сумма не покроет сумму вклада, остаток заявитель вправе стребовать уже в ходе конкурсных процедур. Если у вашего банка отозвана лицензия, следите за развитием событий на сайте агентства по страхованию вкладов. В течение двух недель там объявят банк-агента, который будет заниматься выплатой возмещений. Там же вам сообщат и о начале таких выплат. Обратиться за компенсацией вкладчику можно вплоть до последнего дня завершения процедуры ликвидации финансовой организации. Она длится как минимум два года. Сотрудники банка-агента предложат заполнить заявление и попросят предъявить документ, удостоверяющий личность. На руки вкладчику выдадут выписку из реестра с информацией о его вкладах, встречных требованиях и размере страхового возмещения, которое будет выплачено в течение трех дней. Либо наличными деньгами, либо зачислением средств на счет. Что касается граждан, имеющих непогашенный кредит, несмотря на подсредуру банкротства, банка займ ему придется вернуть. Делать перечисления нужно по реквизитам, которые установит временная администрация по управлению банком. А пока такой информации не поступает, платить следует по реквизитам, прежним в обычном режиме. Количество казаков в кубанском войске достигло 55 тысяч. Об этом сегодня заявили на Большом совете атаманов в Краснодаре. Там обсудили итоги работы и планы на будущее. 2018 год был для войска успешным. По многим направлениям создано уникальное объединение «Союз казачьей молодежи». В нем уже состоят больше 90 тысяч воспитанников казачьих классов, школьников, студентов и кадетов. Все это, как отметил Николай Далуда, позволяет создать на Кубани систему непрерывного казачьего образования, воспитывать патриотизм, готовить будущих атаманов. Также под защитой казачьих охранных предприятий сегодня большинство социальных объектов региона. Развивается собственная экономика в хуторских и районных обществах. Мы начали с вами серьезно заниматься экономической базой хубанского казачьего войска. Мы создали 27 казачьих кооперативов. У нас в целом сейчас, чтобы вы понимали, создано 6,5 тысяч рабочих мест. В одном войске вы где-то найдите этого. Откуда эти люди? 2,5 тысячи у нас работают в частных охранных предприятиях. 1,787 у нас на поставленной основе несет охрана общественного порядка. И остальные занимаются непосредственно экономическими вопросами. То есть работают в казачьих кооперативах и на казачьих землях, которых у нас сегодня уже 17 почти с половиной тысяч гектаров. Николай Далуда отметил, что губернаторам подписано постановление, согласно которому казачьим обществам снижен налог на землю. Это позволит эффективнее развивать экономику. Также обсудили подготовку к параду в честь реабилитации казачества. Он пройдет 20 апреля в Краснодаре. В завершение Совета атаманов наградили казаков, которые участвовали в ликвидации последствий ЧС и в защите Республики Крым 5 лет назад. Второй музыки гимны Крымой столицы. Дважды герой труда Кубани. Худру кубанского казачьего хора Виктора Захарченко отмечает свой день рождения. Маэстро сегодня исполнился 81 год. Поздравить его пришли губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и спикер Крымого парламента Юрий Бурлачко. Я уверен, что вы и ваш талант, он еще долгие-долгие десятилетия будет уже Кубани, России, наверное, и всему миру. Будет радовать нас своим творчеством. Ваш колодец не истекает, по версии. Я уверен, что мы еще многие-многие великие ваши произведения услышим, увидим. С праздником! С днем рождения! Спасибо! По традиции свой день рождения Виктор Захарченко отметил концертом. Маэстро лично дирижировал прославленным коллективом Кубанского казачьего хора. Артисты исполнили народные песни и новые композиции, написанные своим бессменным худруком. Как обычно это бывает, на выступлениях Кубанского казачьего хора в зале не было свободных мест, и это лучшее признание таланта Виктора Захарченко. За выступлением наблюдал и глава региона Вениамин Кондратьев. Под руководством Захарченко коллектив обрел популярность во всем мире. Сложно переоценить вклад маэстро в сохранение духовного наследия. Идем далее. Автомобилисты уступят дороги в центре Краснодара велосипедистам. Движение машин будет частично перекрыто в воскресенье. В этот день в столице Кубани пройдет большая кольцевая велогонка. Наматывать круги будут более 100 спортсменов из разных районов края. Старт и финиш у главного входа в Кубанский государственный Университет физкультуры, спорта и туризма. Проезд для автомобилей в районе гонки закроют с 9 часов утра и до 2 дня. Ограничения планируются по улицам Буденова и Кузнечной на участках от Базовской до Коммунаров и Поливаневского и Янковского от Головатого до Длинной. Дополнительную информацию по схеме объезда можно узнать на сайте администрации города. А в Отрадницком районе завтра научат, как правильно дышать. Там пройдет день здоровья. Он приурочен ко Всемирному дню борьбы с заболеваниями легких. В районной поликлинике можно будет пройти обследование дыхательных органов, в том числе сделать флюорографию. Проконсультироваться можно будет и у терапевтов, педиатров, неврологов, дерматологов, хирургов и окулистов. Прием бесплатный. Чтобы попасть на него не нужны ни талон, ни предварительная запись. С 9 часов утра двери поликлиники откроются для всех желающих. Всем районам сдали нормы ГТО. Праздник здорового образа жизни прошел в Лобинске. Свою физическую подготовку показали воспитатели детских садов, преподаватели спортивных и общеобразовательных школ. Работники местных предприятий всего почти 150 человек. Они представляли трудовые коллективы со всего муниципалитета. У нас многие сотрудники с коллектива имеют золотые значки. Так что мы теперь хотим тоже их догнать. Вот молодых привезли коллег. Будем сдавать нормативы. Настрой потрясающий, настроение вообще прекрасное. Поэтому я даже, честно говоря, не смотрел эти нормативы и все остальное. Я знаю, что там подтягивания, отжимания. Но я со всем справлюсь. Участники испытали себя в четырех дисциплинах. Бег, отжимания, пресса и наклоны. Такие спортивные праздники на Кубани уже стали доброй традицией. Такие спортивные праздники.